всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и сегодня у нас очередной ролик из серии я не веган потому что я записал больше 30 видео на эту тему воспользовавшись таким таким же воспользуюсь примером и записав же таким образом как и записал эту интерсет землянин 30 дней 30 правтаний но я решил дальше их дополнять что мне будет встречаться по жизни и вот сегодняшняя тема она у нас звучит как коровы их молоко священны в индии я так назвал основанием для этого ролика явился комментарий к моему предыдущему видео не предыдущему год назад я записала молоке на моем канале на котором вы смотрите это видео христолюб проповедью пищу в пустыне вегана в это видео найдете можете через поисковик найти на моем канале тут есть обычно такая лупа для поиска но есть или даже если вы через общий поисковик ведете молоко веган христолюб у вас скорее всего выйдет вот это видео с таким значком ролик на час пятьдесят почти час сорок восемь я перед тем как отвечать я просмотрел я его включил и там не не помню кто из девчат не помог написать тайм-коды то есть по тем моментам которые я озвучил это и вот ответа на такой вопрос не было да в принципе я сам помнил что не было потому что как уже может быть и по названию догадались по значку видео ну и то что я уже сказал мы будем говорить об индии кришнаитах может быть даже неважно это могут быть и буддисты разные восточные йоги разные восточные религии мировоззрение они уже тоже давно переплелись и раньше так было и сейчас да и поэтому не суть важная даже специально так ролик объединяю даже слова индия тут тоже как бы не совсем да это и в китае где угодно в общем это где в частности причем мы хоть разберем вопрос узко я его постараюсь естественно расширить да но в частности как бы как святые коровы священные коровы и их питание и питание их не продуктами то есть молоком это тоже священная пища да мы будем говорить об этом и в том видео не было как бы ответа на этот вопрос но в принципе наверное и слава богу к тому что и так ролик на 1.50 этот ролик тоже получится немаленький но я давно убедился что человек который ищет истину он будет ее искать и будет потреблять эту информацию которую нужно в любом количестве поэтому я свои ролики тоже пишу в свободе слова с тем даром каким имею да и как имею как умею так и говорю если кто-то и к этому видео напишет какие-то тайм-коды будет очень хорошо потому что несмотря может быть даже на узкость вопрос как поначалу кажется мы разберем разные аспекты чтобы уж на такой вопрос на такое оправдание ответить в полноте ну а комментарий код как раз к этому ролику о молоке где который назывался молоко зло почему молоко и молочные продукты почему их нельзя употреблять некая ирина лунивая кстати зашел думал что просто не перепечатывать этот вопрос в текст себе на сайт и думал там скопировать что-то я не увидел этого комментария она либо его удалила я в свое время сделал скриншот сразу понимать что когда-нибудь на него отвечу я так последнее время как-то себе устроил такую программу сам себе да что вот когда я лишь какой-то комментарий который я обязательно отвечу я сразу сделаю скриншот чтобы потом не потерять ну как видим они пропадают может быть там есть другая причина но по-моему я прям зашел на ролик может она был галочку снять с моими ответами ну в общем ладно не суть может он там и есть увидите узнаете может она его и удалил некая ирина луньева написала следующие вещи а как быть с утверждением кришнаитов что коров являются праматерями человечества для кришнаитов молочные продукты являются обязательной священной пищей кроме этого известно что употребление горячего молока способствует развитию тонких тканей мозга которые необходимы для духовного осознания при этом как всегда жалко что может быть вот этот комментарий оправдание вопросы были бы более шире но видимо как я вам говорил иногда я забываю здесь раскрыть но здесь моей забывчивости нет если бы комментарий был полным здесь бы было читать дальше раскрыть можно было комментарии видимо когда пишут может быть со смартфонов почему-то там есть ограничение в количестве символов и такое ощущение что она есть незримая когда люди пишут не видят этого а уже когда комментарии отправляют его почему-то youtube режет потому что сколько я писал с компьютера обычно сижу и всегда если что-то пишу то у меня никаких ограничений я никогда не встречал бывало перекопировал большие тексты но вот так вот но это вам на заметку я ответил ирине даже не поленился хотя не очень люблю писать сегодня в этом убедитесь как всегда но я кое-что все-таки и написал правда там где любовь а при получении продуктов животного происхождения нет никакой любви ибо она начинается с порабощения живого завода я в кавычке взял чтобы понять это достаточно глаз ушей мозга и сердца а если вы себя считаете коровы ибо ваша праматерь корова то мне вас жаль а если считаете себя детем своей матери а молоко полезным тогда эти свою мать ибо она человек и вы вроде тоже а я в ролике все это сказал имеющий уши и мозги да услышит если честно не знаю комментарий наверное вернее комментарий получился какой-то твердый достаточно может быть даже грубоватый я и как-то ответил ну не знаю может быть я тогда был в каком-то не очень хорошем настроении да вот хотя и со всеми так приблизительно общаюсь тут тоже не то что ну как вы видите не раз показывал слушать и я конечно и чем-то таким не пытался не обидеть и я думаю уверен что не обидел иначе бы я покаялся потому что я не писал здесь как я вам всегда говорю никакой неправды да потому что они с ну в общем-то в ее вопросе утверждение и звучит что крина кришна это считает своей матерью праматерью там корову из корова то пожалуйста мне жалко тебя то а если все-таки ты дитя матери своей то ну почему да и тогда маму самое настоящее молоко если она тебе ты считаешь нужно материнское молоко твоей человеческой особи то есть я ничего конечно плохого не писал про вещи что имеющие глаза уши мозга сердце принципе тоже всеми говорю это очевидные вещи да то есть я не хочу обидеть человека это нормально сам иисус говорил что имеющие уши да услышит я еще может быть вернусь к своему этому даже ответу потому что я вот даже вещи которые здесь отразил на может быть я о них успею всех сказать тогда возвращаться и не будем вот но если я запамятую я его перечитаю у меня она по счету идет 34 оправдание или ответы на вопросы я так и назвал коровы их молоко священной в индии для кришнаитов коровы являются я все это весь ее как и отдела помните в принципе есть название и такой как бы вопрос по сути у меня я мне раз тоже показывал что это свои ответы на вопросы на эти оправдания делал из опыта до реально слыша сталкиваясь со всякими этими оправданиями отговорками или вопросами то же самое я вам засвидействовал что точно такие же и тогда что многие мне тоже что-то подобное писали я пусть не все сам там сохранял взял за основание может быть опыт и это да ну как вы видите и мне тоже приходит подобные вещи да ну и так как я не обладаю бумажным красноречием но я все-таки сделал это виде такой для себя мини статейки подсказочки но я обычно это делаю тезисами красивые описать коротко красивый понятно не умею если кто-то умеет может мне в этом помочь можете тоже писать статьи какие-то на основе моих все да и мы можем это вместе этот труд продвигать я буду очень рад признателен более того помимо этого видео о молоке во время написания вот этого этой серии из роликов не веган потому что 20 в принципе вопрос аргумент уже был очень близкий и подобно озвучен зачем быть веганом быть вегетарианцем вполне достаточно мне не нужно становиться веганом я и так вегетарианец животные страдают и не умирают ради меня вопрос очень близкий и кто действительно хочет познать истину помимо этого ролика после его просмотра если до конца досмотрите и появится желание еще что-то узнать больше я конечно рекомендую обязательно посмотреть и два моих видео то которые то что сказал кто называется молоко почему молочные продукты вредны почему их нельзя употреблять вредны для тела и души да и вот обязательно это видео тоже что видит вегетарианцам быть недостаточно надо быть именно веганом но там тоже конкретного вопроса не было и сейчас вы сегодня вы убедитесь что не зря в принципе он и выделен тоже в отдельное видео не случайно за счет своего даже элементарного от объема и тех тем которые мы поговорим я взял одну из иллюстрации практически первую попавшуюся но вот я на яндексе когда вел корова свята в индии что-то такое всякое повылазило да много казалось бы очень красивых таких иллюстраций где коровки все такие нарядные все их любит там целуют до гладит украшают якобы заботиться можно много тут чего посмотреть поклоняются даже да вы знаете я когда с этим вопросом столкнулся и так тоже с близкими общался я можно сказать даже удивился что немногие знают а я вот знаю да почему тоже с удовольствием всегда делюсь и вам желаю вежества и знаний во всех областях жизни особенно которые для вас дорогие истинные и действительно важны а это должны быть прежде всего человека знание познание истины все что с этим связано так вот немногие оказалось знать что индия буквально вот сегодня у нас 3 01 2022 мой день рождения и буквально недавно индия вообще была на первом месте по производству трупятины коров мясо коров ну пусть она сейчас и и бразилия помести п 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 сегодняшний день сместила немножко на просто лидирующие позиции но это так скажем в кавычках не умаляет ее достижений кавычках достижения до по молочные то же самое на первом месте тоже ну это же будем на сегодняшний день говорить когда вы роль будет на неважно лидирующие позиции в производстве мясо молочной продукции как же это совместить с любовью к животным вот вы интересно кто подобными вопросами задавались с кем-то может быть поделиться этим видео я кому-то отошли это видео на очередной такой подобный вопрос вы знали это вот казалось бы многие слышали может быть да и призыв при размышлениях о вегетарианстве о веганстве возможно не заголовил всплывет подобные вопросы как так тут явно возникает антиномия когнитивный диссонанс что такое как-то там вроде бы священные коровы всех вроде любит уважают готовым реально поклоняться о чем мы сегодня будем говорить что перебор до боготворить и в то же время индия является но экспортерами не знает не суть важно производителем то есть праведным производства мясо молочной продукции она на лидирующих позициях как такое возможно и плюс образно конечно не образно вернее сейчас прямо хоть я групп там назвали про индии у меня я спросили при кришнаитов вы люди умные кто меня слушает я в этом убежден да и прекрасно понимаете что все это мы с вами в сегодняшнем вопросе расширен не только в пределах индия расширен до всех пределов то есть это не важно какой страны касается китая или еще чего то да и не важно что это касается коровы или какого-либо другого животного и не только индуистов и не только кришнаитов то же самое можно взять и буддизм китай то же самое взять можно даосизм то же самое можно взять весь 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 индуизм то же самое можно взять отделить йогу да пожалуйста все таки йога и индуизм разные вещи кришнаитство и йога все-таки разные вещи да но в принципе они многие вещи у них пересекающиеся возьмите тех самых священных коров да поэтому мы с вами более того мы это и и разъединим и объединим еще одновременно сегодня вы поймете почему мы это делаем и почему все эти оправдания как всегда нелепы и бессердечны я уверен что к концу этого видео вы во всем этом убедитесь первое по поводу того что индия вообще является лидером при вот всей такой святости обижествления коров и их продукции до их него молока в частности ну и понятно все продукции из молока производимый это что она является лидером и почему вообще так элементарно вот видите в поисковой системе любой яндекс google да пусть даже youtube наверняка видео какой-нибудь уже выплывет почему так я вот что просто как так как я сам текста не пишу и более того выбрав первую попавшуюся статью но я на яндекс вел еще на яндексе дзене вышла статья я решил просто за основание взять к себе и не переносил в ней мало чего хорошего в ней просто факты достаточно что просто чью-то статью почитаю я даже с удовольствием пререкламирую раз уж пользуюсь реальные путешествия 16000 подписчиков до чтобы автор ко мне претензий не имел но я ее по критикую естественно потому что есть за что вот но мы с вами почитаем потому что здесь начало вообще очень в том русле в том чем я хотел говорить раз говорить не надо все написано и кое-что мы с вами подчеркнем в конце тоже очень важно за что вот это просто лишний еще вопрос или что-то поговорить сами видите вопрос который ко мне был направлен в комментарии он оборвался возможно там были еще какие-то кавычках интересные или убедительные даже аргументы комментарии доводы оправдания почему вот можно и даже нужно мы с вами в принципе прочитали муж не обратили внимание но мы еще обратили внимание нужно там пить молоко особенно горячие да давайте пока почитаем воспользуемся чужой статьей да и почитаем что живот пишет как индия стала мировым лидером по экспорту говядины вопрос ведь коровы в индии священно животное заметь так статьи называется я реально наугад можно сказать выбрал вот любую я в яндексе сделал но на я за ним не название больше там все понравилось более правильная формулировка я перешел один раз и прочел понял что он пойдет мне для матрицы для того чтобы поговорить давайте почитаем вы можете любую другую взять это и вообще не принципиально здравствуйте уважаем читатель моего канала с удивлением узнал о том сам автор пишет с удивлением узнал о том что индия оказывается входит в число мировых лидеров по экспорту говядины причем еще несколько лет назад именно индия занимала первое место сейчас лидер потом сместилась сейчас я немножко потеснила бразилинди оказалась на втором месте почему я узнал об этом с удивлением да потому что в индии вообще-то коров является священным животным ее запрещено там резать на мясо по религиозным мотивом как же так получилось давайте разбираться ну давайте во время нашего путешествия человек сам был в индии по индии мы видели очень много коров и быков конечно создаются такое впечатление что эти животные там ходят где хотят куда хотят и когда хотят можно встретить корову и на узкой улице например в городе мир мертвых варанаси где днем с огнем не найдешь ни одной травинки ведь он ну я вам фотографию уж сами рассматриваете с экрана все видно да то есть человек сам даже фотографировал статья можно сказать целиком авторская да вот еще одна корова придет куда глаза глядят по улице в хаджу раху а вот в том же хаджу раху я может буду название путать я вам как-то рассказывал про веда кто меня давно смотрит тут знать я же говорил вам что там будут согласны через букву беспризорный теленок а нет это вот ниже фотография сейчас как а в том же хаджу раху беспризорный теленок отбежит в том же варанаси мы видели котов которые ночью коров которые ночью спят прямо на какой-то мусорке это по поводу обратите внимание на эту иллюстрацию она откроется да ведь его прям как хорошо широко открывается обратите внимание на эту иллюстрацию по поводу священности коров в индии вы свое божество на помойке бросите и будут ли ваши боги питаться с помойки человеческой очень важный момент да я надеюсь у вас в памяти отпечаталась следующая иллюстрация хорошо что они прям так в яндексе красиво открываются на весь экран когда она я начал изучать вопрос по поводу экспорта индии говядины то выяснилось что с кормами конечно в индии большая проблема если бы им кормов побольше что они бы первое место вместо бразилии первое место вместо бразилии а первое место бразилии не уступили бы ну или заняли бы вместо бразилии и действительно помимо коров ночующих на мусорных свалках частенько виде и может частенько в индии и можно увидеть пасущимися на этих свалках то есть не просто там ночевала она прям живет можешь сказать и пасется он лишь какой-то слово прямо употребляет пасется однажды пожалуйста напасется на этих свалках и выглядит кстати далеко не упитанный этот бычок да это кстати не корова дальше автор пишет хотя не все конечно не все коровы и быки в индии беспризорничают видели мы и загоны для коров теперь обращу внимание еще раз и на эту картинку это очень интересная статья вот она бог не послал чтобы вы специально посмотрели причем заметьте не вегана очевидно да он никак за веганство здесь не топит он путешественник очевидно какой-то побывал в индии до увидел диссонанс этого вопроса тоже действительно вот о том что в индии якобы коровы там святые животные в принципе наверное ну слышали многие люди вообще не веганство там связаны да и вот очень любопытный я специальный некоторый нюанс подчеркнул ты именно и пользу из того чтобы если с вами читаем вот такую вот статью обратите внимание на эту как вот назвать ее ферму в центре города тут что есть заливные луга зеленые знаете как на всех картинках даже что в какой угодно стране это в обычном городе в помойке можно сказать в трущобах и и индуистских до в разу в развалинах сделали внутри где тут между домов какой-то имитацию скотного двора вот смотри как все это вообще выглядит вы просто посмотрите как все это выглядит это по поводу священности святости отношений всего вообще и свободного выпаса вы думаете они там свободно гулять нет здесь все закрыты они на на цепях все сидят живой пример следующего фотография которая уже сделана откуда не сверху сбоку это всегда решетка и это всегда цепи и ошейники это очень важно обратите на это внимание об этом я всегда говорил и сегодня естественно еще расскажу это клетка и это цепи это очень важно это символ и прямое орудие чего рабство это не орудие свободы это не признак не символ свободный и вообще не вещь свободы это некрасивые браслеты на ногах у женщины или руках да и это не решетки даже на квартирах миллионеров которые самих поставили не это клетки и ошейники читаем дальше с вами она небольшая статья ну как видите не безлюбопытная и не без смысле для нас мы из нее большой опыт извлечем с вами нужно отдать а ну не так канал называется реальное путешествие же не вега называется да в предвзятости кто нас обвинит свой никто нужно отдать должное индийцам они уважают свое священное животное да уж заметно очень часто наблюдали такую картину корова просто улеглась на улице на проезжей части и все пешеходы будут и обходить а все машины мотоциклы и тук-туки объезжать видно и то что практически все хозяева коров которых мы видели в индии любят их и заботятся о них вот например хозяин привел свое стадо на водобой ганку какое великое дело а то на водопой в россии на речку пастух не выводит своих коров коров а вот недалеко от джайпура сфотографировал как хозяин стадо коров украсил рога своих питомцев ведь какой-то зеленкой их помазал это за любовь выдается сейчас мы об этом тоже обо всем поговорим сегодня обязательно на фото ниже вообще шедевр коровы украшены к празднику девали она к празднику украшена обращайте внимание на все эти вещи на которые я вам обращаю внимание мы их еще зафиксируем в конце это делается не ради коровы и от этого не хорошо не плохо это никакая не любовь к корове просто обратите внимание сейчас на слова я потом итог подведу это все ради праздника сделано празднику чего это религия индуизм точно такая же религия буддизм несмотря то что пытаются надо там за рамки религии якобы буддизм выдверить это никакой не за рамка буддизм точно такая же религия с такими же храмами монахами до священниками молитвами религиозными обрядами верованиями в эти обряды то же самое обратите внимание это не любовь это никакой вот это все что автор якобы выдает вот эти действия любовь это сущность любить это дело проявляемое существить имя существительная моя любовь я действую я люблю глагол вот автор почему-то вот это все выдает якобы за какую-то любовь это ведь это любовь не искренне истинное и сердце исходящее но сейчас подойдем к тому вопросу я пропустил может быть вам кажется почему вдруг эту корову до которая легла там те и захотелось вдруг все стали там обижать обходить ну и никто ее так и скажем не трогать не убивает мы сейчас мы об этом попозже я мы к этому вернемся что просто мои мысли мужик моей статье перейдем так называемые мои подсказкам и там мы все это с вами припомним там же рядышком с коровой бегал вот такой козленок тоже разукрашена да пожалуйста то священная корова разукрашена тут же мох ты козленка разукрасить так корова священная козленок мы сегодня еще об этом поговорим и вот наблюдая в индии такую всенародную любовь и уважение к священному животному и я удивился когда узнал что индия один из лидеров в мире по экспорту говядины а все оказалось предельно просто но это у этого человека просто который не является веганом который животных любит точно так же как и любит все человечество собачку он гладит а свинюшку на нож надевает у него все предельно просто оказался с моего человек отсюда мы возьмем его статью за основание но в нем мы видим просто труп ожора всего человечества да у него все просто оказывает все так просто в индии помимо коров есть еще и другой рогатый скот представляете себе буйволы у по сути буйволы такие же коровы во первых это парнокопытные такие же млекопитающие и посудят просто быки и коровские разницы никакой но человек труп ожор ему ничего не понять у него пелена на глазах он слеп его бог чрева он мыслит о земном оказывается это просто рогатый скот который буйволы так называемый индийский буйвол в индии оказывается самое крупное поголовье буйвола в мире так вот на буйволов никакие религиозные запреты не распространяются заметьте заметьте я всегда вам обращаю внимание на такие мелочи чтобы познать любого человека как говорили древние мудрецы открой твои уста и я узнаю тебя иисус учил нас как человека судить но по словам и делам по делам но слова тоже дело до на буйволов не любовь к животным не распространиться а религиозные запреты это я буду сейчас еще раз говорить но все-таки вдруг забуду я вот хоть играл там то напомню ведь я хотел кое-что из своего ответ на комментарии взять из статьи может быть при той то что сейчас буду в свободной форме как я всегда это делаю говорить может быть я что-то пущу скажу еще раз корова в индии это не предмет любви это предмет поклонение религиозному культу часть религиозного культа бреда бреду этого религиозного культа я об этом скажу но сейчас просто хотя бы мысль зафиксирую то есть корову там никто не убивает украшает до в ответ наоборот не убийство допустим а якобы вот то есть и не убийство это у них под любовью подразумевается хотя это не любовь вообще убийство это вообще в рамки даже не заходит называть не убийство любовью это уже абсурд но и украшение этой коровке все это связано лишь с исполнением религиозного культа обрядов таинств до предписаний религиозного культа это не любовь на буйволов никакие религиозные запреты не распространяются оказывается и вся говядина который индии экспортирует это на самом деле буйволякины во первых здесь я конечно не соглашусь я точно тоже вам сказать не могу я не живу в индии я не ее премьер-министр я не знаю но я до этого когда изучал я же не первый раз такой для вас первую статью открыл когда решил троих записывать но все время когда кончили этим вопросом тоже интересовался тоже надо в нем разобраться я смотря другую информацию видел поэтому по поводу того что это только буйволякина я оставлю этот вопрос здесь открытым в принципе это не доказать не он не докажет не я вам не докажу я не собираюсь этого делать не важно сейчас мы к этому придем буйволякина это или быкятина или вообще коровы потому что индуизм испытывают далеко не все жители инди точно так же как в россии не все православные даже при нынешней современной россии якобы 80 процентных православных что-то их 30 лет назад советском союзе был не 80 процентов как-то не резко откуда-то появились дает все чушь собачья уж сколько у нас мусульман атеистов и так далее до каких-то 80 процентов идет речь-то и они соблюдают даже хотя бы обряды и и все эти предписания православной секты не насколько католик сколько проститант сколько кришнаитов буддистов россии откуда православные свою пропагандистскую цифру берут одному богу известно или бесу он же все наговаривает поэтому конечно утверждением здесь ни в коем случае нельзя соглашаться он этого не знает все эти вот эти утверждения много раз показала они не объективны они никак не доказуем это он просто говорит человек откуда он ссылается на какую статистику на законодательство индии он знает это я говорю нет он просто так она это чё-то где-то узнал кто где не знает всего лишь черно-белые черные буквы на белой бумаге 0 на белом экране все буйволы в индии используются в производстве молока потому что когда я смотрел информацию там точно такие же стада и коров на убой идут да и сейчас мы коснемся что те же самые молочные стада так называемый как по всему миру подвергаются точно такой же эксплуатации и вообще сама схема производства ничем в якобы индии со святым отношением корове не отличается от производства молочной продукции по всему миру те же самые носил изнасилования отъем теленков крупные надои до забой после уменьшения количества надоев все то же самое работает там точно такие же индийцы которым до лампочки все на свете вы что думаете в индии преступности нету нет отморозков нету жестоких людей нет атеистов пофигистов бессердечных людей все там есть все люди одинаково буйвол в индии используется в производстве молока и в производстве молоком быть между прочим настоящая моцарелла делается именно из буйволинового молока а еще в индии а еще в индии это тяговая сила пожалуйста есть естественных и как можно только это ну и все тут на этом статья общем-то закончилась призывает поставить лайк чего мы не сделаем конечно же переходим к моей к моей статейки чтобы пользоваться пометочками сначала давайте я пробегусь я начал думать даже не добавлять его потом все таки его в текст перевел этот комментарий и вопрос который был у меня под ютубом задан в принципе здесь же конкретные вопросы давайте дадим на них конкретные я дам конкретные ответы для кришнаитов коровы являются праматерьми человечества я себе тезисе во-первых если просто так пометил на все эти вопросы которые здесь были перечислены молочная продукция является обязательно священной пищей кроме того известного заметить вся постановка это ловушка это ум умственная или человеческие ловушки вот такие очень часто мы читаем и нас люди вот человек который нам такой пишет ведомо или неведомо осознанно ли они осознанно делать это даже не важно это для него важность он осознанно грешит для него еще хуже нет пол греха да вот но заметьте все вот эти обороты вещи кроме этого известно кому известно чтобы употребление горячего молока способствует развитию тонких тканей сейчас надо кому это все известно то вообще здесь я имею хоть это вот с третьего я их насколько на 4 тут поделил вопроса это надо был вначале все поставить доказано и известно ну или одно слово употребить вот кому все это известно и что они необходимы горячее молоко для духовного осознания себя там я не знаю там помните ничего дальше написано не был кому это известно это доказано как объективно об этом судить я ты как можем судить что молоко горячая на кору головного мозга влияет как это доказать как доказатель кому это и всем известным можно было в начале всего этого комментарий написать что коровы являются про матерями человечества кому это известно мне нет мне неизвестно это не доказано и объективно узреть это невозможно кому это доказано видно и понятно и очевидно и кто это признает и как объективно все это применить к человеку к себе нет никак это раз это я прям сразу вот как как доказано или кому это известно тоже очень важный вопрос всегда обращать внимание на то кого вы слушаете как сами говорите вы уже здесь можете маска вот вот все что он наговорил упереться прям в первое слово а кому это известно как это доказано как это реально проверить объективно каждый может увидеть и прям начинаем с первого коровы являются про матерями человечества кому это доказано как это известно как это узреть понять и признать и моя моя про матерь не корова моя про матерь и суши и называть кого-то это ева да вообще я про образ и подобие самого бога который есть человек иисус христос именно поэтому я и похож на бога потому что я похож на христа он придя на землю бог убедил меня в этом корова не убеждает меня что я на нее похож вообще не похож она никакой моей про матерью не является давать картиночку пока еще повыше подниму так пока еще недалеко ушли по тексту вот вы заметьте вот человек который мне это написал вот как ее длинные как звали-то ирина закроем что у меня побольше было место вот она сама в это верит она сама это принимает я в принципе да будем обращаться даже я что-то я ответил я и написал что если вы считаете себя коровы может она на это кстати обиделась ну а как вот слушайте вот почему надо обижаться на такие слова но ты же ведь это из твоего утверждения следует ну или она конечно она тут не прям прям заступал за кришнаитов но ведь она же пишет этот комментарий я естественно воспринимаю как своего оппонента может быть противника до сторонником другого лакеря она готова кришнаиты ну а ты что ты раз это передаешь это спрашиваешь конечно может просто интересоваться евро может я тут перегнул палку у меня я тоже не не провидится не прозорливый я не через вот так интернет не могу до конца увидеть я конечно по словам сужу по каким-то интонациям восклицательным знакомым просительным каким-то словам которому можно определить какой-то тон человека но я тоже кто со мной лично общается все галошу текст он мало чего передать может уж аудио сообщение еще что-то может видео еще больше я видел хотя бы видео вопрос но может я в чёту зрел чека себе что-то рассказал действительно что она просто интересуется вот слышала да а я их прочитал как будто она говорит вот от себя то есть она за она это принимает и пытается меня переубедить может быть поэтому мне тоже был такой достаточно острый ответ направлены в обратную на на ирину да вот а если вы это можно и и найти я единственный я как раз люблю личности всегда отвечать лично потому что и вопрос был лично знаете когда говоришь с кем-то в абстрактных вещах вот они убийцы ты говоришь с турпажором вот они же убивают это ерунда ты убиваешь вы слышали все так говорю все это когда о чем-то отстраненным именно поэтому кстати все эти беды потому что все это это же не я но я могу поговорить на меня-то у меня-то ручки белые не твои ручки в крови ты убиваешь здесь то же самое да и поэтому я как раз не не сторонник вот этого знаете очень любит там иногда в третьем лице говорить даже как бы человек просто намекание то чё тут намекать то я правда руб и это единственная истинная правдивая вещь как надо жить дата где-то вынуждены так в жизни хватает ситуации когда ты к сожалению должен кляп в рот засунуть может быть из-за каких-то собственных нужд вот муж когда ты можешь с людьми просто общаться ничего никак от них не зависи а уж знаете а какими еще тогда ситуациями в жизни пользоваться когда ты будешь говорить правду истину то что думаешь вот я ирин так и написал если вы считаете коровы ибо ваша про матерь корова то мне вас жаль это реально так тогда в принципе уровень и смысл а сейчас задаваться тем вопросами корова животные хоть мы их и любим но это дети уровня пяти лет развития ну или неважно там может быть сейчас уже это в хищных там человеческие души закованы на время да она задается такими вопросами ну тогда может и тебе правда не стоит слушайте дарвин что доказал всем известная вещь человек произошел откуда от обезьяны сколько тысяч миллионов людей эту дурь приняли миллионы в наших школах русских советских до сих пор эту блевотину из учебников не выкинули но насколько я я у меня детей нету в этой жизни мне тоже под 40 я не знаю чему там сейчас школе учат да не особо вникаю в эти процессы захотите можете в комментариях рассказать кто в курсе вот из учебника по биологии выкинули эту дурь или все еще по биологии где мы проходили по биологии по моему да где-то к нам там не сувалия уж честно даже шишка запахов на каком предмете об этой дуре говорили об истории динам все-таки биологии хотя кто его знает ничего человек сказал дурь это дурь распространилась на все мироздание вот человек сказал реальную дурь ну что давайте обезьян доить аналоги одинаково хорошо ты сама не кришнаитка ну а как насчет да ведь многие кстати кто меня слушают и вообще веганы основная масса мне так кажется тоже как согреваю не тут я субъективен я не господь бог творец неба и земли альфа омега начало и конец первые последние я не вижу всю статистику мира кто там кто есть но веганов я по крайне на своем пути редко встречаю как называют религиозных меня часто называют хотя и не являюсь таким человеком я не религиозных уж я никакую вообще религию не исповедую ни каким обрядом культом предписанием никаких сект не следуя проповедую истину любовь свободу и бессмертия на котором мы сегодня будем говорить в частности о свободе допустим обезьян почему обезьян то не дует в чем проблем самый наш праматери ну что ж попробовать я написал у кого-то волки 0 волка ч собака ромула и рамула все знают или тоже не знаете кто рим основал чуть-чуть пусть европейцы им же близко 0 хотя бы итальянцы все близкие все вся это итальянская сет нас итальянский род там собак дует а чё памятник я не знаю до сих пор стоит или нет в риме ромула и рамула как их волчица вскармливает грудных основание рима узнать когда все это уж еще не такие древние корни до когда это был памятник где я не я вам иллюстрации же ролики в живую записываю никакие игры не пытаюсь прям все тут снабдить узнайте ромула и рамула 2 2 брата основателя рима от вроде как от них и рима пошел их как в памятник стоит как их волчица кормит своим грудным молоком якобы они там были брошены я даже всю тоже историю уж не помню но так вам наметки говорю захотите дальше сами узнаете я вам вектор задаю чё давайте собак дай коровы и молоко священном молочный продукт является обязательной священной пищи вот по поводу вообще священности и святости в религии я тут кратко написал много чего люди в жизни нарекают здесь самые главные слова важны это люди нарекают это в глазах бога истины всего сущего никаким с ничем святостью не является но люди это нарекают слушайте возьмите религию я тут даже набрасывать не стал всю жизнь язычники чё только не нарекали камень священный какой поставили или он лежит где-то в природе большой какой какой дерево целую рощу звезды небо все что угодно дошло до чего ну пожалуйста строить здание капище все становится святым храм кто был когда-нибудь в православном капище храме как они называют служил в алтаре а я этим занимался там места святые это святой престол жертвенник тут святое место я как служитель но не священник не мог некоторые места даже ходить меня поп мог вообще там лишить все побить если я вот встану на это место якобы только он там имеет право стать что они реально прям трясутся некоторые вот я реально начинает в это верить сами люди бог ничего иисус придя на землю никакого то у культа псевдо христианского не создавал что превратилась в ортодоксию под названием православие католицизм потом в протестантизм ничего иисус никакие вещи никогда никакими святыми не нарекал люди все и придумали реально многие в это верят готовы там на километр не подходить все там это делает до крест святой вода святая потому что поп там рядом помолился с пастой до туда два раза крестик такой же который точно также железки из деревяшки выточенная мочил все вода стала святой у них как чем она такой отличается ничем не отличается кроме твоего нарекания есть святой ничем вообще что такое святость коровы илье молока это же человеческое понятие бог есть истина истина это то что есть не потому что бог от придумал свобода она не потому что хоть мы употребляем учителя такие слова по отношению к духовным к чадам к детям таким еще душевным да все эти понятия что бог дал научил кого-то да бог любит бог есть любовь бог есть свобода бог есть бессмертие от нас окружает он не может этим перестать быть он такой есть и мы такие с вами есть бог это то что есть бог есть любовь да бог есть есть он просто есть он не может не быть как и мы с вами при желании захотим и не можем кому интересно есть у меня ролики на подобные темы кто такой бог вы спросите кто-то он скажет я не знаю а меня спросить я не знаю я просто есть что я есть а вот то что есть то я есть что такое жизнь это не смерть а что такой смерть я не знаю мы бессмертны что такой смерть мы не знаем никто не знает и не существует что такую жизнь если не знаешь смерти я просто есть я просто существует азмьесим царь ортодоксия православные католики в третьем веке докатились до того что трупы людей умерших назвали святыню теперь спокойно эти трупы расчленяют таскают повсюду люди их лобызают целуются падают перед ними ниц на колени перед трупятиной человеческой которые ничего нету человека там нет он перешел из жизни в жизнь возможно в другое тело по своему желанию пожалуйста люди святость могут назвать элементарно осиновый пень пень кто-то боготворит всю историю боготворили людей из царька какого-нибудь местного или глобального более пошивы делали святого людей дела называли святыми которые при жизни такую творили там тысячами вырезали но люди назначают его святым и все пожалуйста что вот это такое святое что такое святая пища господи говорят еще не религия когда со мной это вот невежды почему я говорю конечно мне приходится себя как выпячивать потому что я в отличие от вас разбираюсь в этих вопросах вы посмотрите на ваш принцип мышления молочная пища святая ортодоксы православный протест католики даже протестанты хлеб с вином святым назвали все теперь там тоже там трясутся за него там ты что там крошку уронить нельзя хотя иисус ломал обычный хлеб вот так рвал и раздавал ученикам и кое-что влагал в это смысл как воспоминаний чтобы они об этом не забывали каждый день кушай обычный хлеб просто задумывались как об источнике жизни кто он есть вот и все что придумали ортодоксы там капля на пол упадет они вот тела километр квадратный из храма вырубают все это сжигают там культ сумасшедший психованный культ людей которые далеки от истины просто религиозные фанатики в чем в обожествлении всего кроме истины кроме человека кроме сущности благу бытия любви свободы и бессмертия которая должна быть у каждого предметом и целью стремления в жизни святость ведь молоко с молочными продуктами то же самое швы и назначили вы назначили переходим к плавно употребление горя до чего безумие то доходит понимаете то же самое с причастием так называемый игру про вас посмотрите параллель который даже выдумывать не надо дурь она везде одинаковые вы поймите ровно все религии вы рассмотрите у них одна и та же матрица один в один под небом ничего нового не происходит дурь везде одинаковая во всех религиях они все время на суть что они разные православные с католиками грызутся делая вид что они не одна и та же секта они абсолютно одинаковы как две близняшки которых просто двойняшки которых вообще не отличить вот один в один ну разве что две двойняшки в разные одежды оделись как у нас жизни бывает все а так то одна плоть и одна кровь они там друг другу еретиками глотки грызут что они там да они разные они абсолютно одинаков более того они такие же как мусульмане ортодоксия католицизм точно такая же как мусульманцы точно такая же как иудаизм точно такая же как буддизм и сюда сам религиозный культ абсолютно одинаковые все те же самые атрибутики храмы священства молитва посты священная пища все одинаково абсолютно до чего доходит такое безумие причастие меня я приходила поела там кусочек хлеба с вином ой мне так благодать ты такая на душе господи помилуй то же самое что пишет вы знаете меня вот осуждают за такую подачу вот ирина что вот я так вот жестко в лицо на самом деле просто твердо и правдиво говорю вы знаете я когда в иной мир пойду в светлый будете жалеть а о моих о том что больше не слышите меня о том же если железном твердым слове которым я пас всех кто со мной соприкасался учил и проповедовал я говорю правду за что убили христа за то же самое это же правда но если это дурь я сам на своем примере показывал я что сам себе что другие мне иногда говорили что господь меня обличал да я сам говорил идиот я евангелие что я думал какой я тупой если моя цель была просто обидеть кого-то там унизить нет я сам многое прошел я все прошел я практиковал эти культы я много чем тоже все равно за за зомби зомби ровался верил иском не зомби уж хотел верить все самое светлое чистое думал что там меня блевотиной место сладкого до питья едь бы не накормит но меня то считаешь как и вас на пути познания истин тоже кормили дерьмом в писаниях в устной форме проповедники мы к сожалению все таков до чего это докатывается все один в один повторяется что буддист что кришнаитов что вот елена пишет передавая сама она верит или вот неважно про них рассказывает употребление горячего уже именно молока способствует развитию причем в ее комментарий был на как это известно она написала кроме этого известно достоверность слова не хватает и достоверно известно и доказано вот нам был также свою речь построить был вообще великолепно кем доказаны кому это все достоверно известно непонятно что употребление горячего молока способствует развитие тонких и обращаю внимание тонких тканей головного мозга я пометочку себе сделал а когда интересно кришнаиты узнали о тонких тканях именно головного мозга вообще им головной мозг когда открылся они хотел в какие веки времена кришнаитам сколько лет уже до десятков сотен тысяч кто там знает верить историю хорошо и дусы или кто угодно вот когда они все они вчера появились на свет вы вдумайтесь ведь это все не объективно что горячее молоко влияет на тонкие на тонкие на толстый не влияет только на тонкий кто знает мое отношение к медицине и вообще ко всей науке вот она это тоже претендует на утверждение такое научное наверное все таки но кто знакому известно же и почему на на тонкие и где эти тонкие а их пощупать можно где толстый а чем тонко толстый отличается а 1 кришнаиты знали об этом или это сейчас все знают что на тонкий влияет или это тысячу лет назад знали про тонкие ткани мозга вообще не пойму о чем речь идет это духовное понятие или физиологическое точно также и причастие православных католиков протестантах влияет точно также любых индуи и любых кого там угодно и мусульман тоже до них точно такие же культы все те же самый фетиш все те же самые мощи они там хранят головы сами православных тыкуют и сами же там хранят голову дерутся за нее где она будет храниться голову якобы ан креститель если это вообще она на самом деле да они не видят как они сами в этой дури просто находится и со стороны только можно выйти оттуда увидеть это дурь пока ты там ты можешь ли их вот так вот у тебя вот от слов что-то внутри ёкает и надо поверить и пойти вот найти как вслепую услышал ведь тысяч пока ничего не видишь где-то в каком дерьме барахтаешься вот услышать где-то вслепоте голос божий вот на слух и и и сделать это из вот выйти из этой системы тогда ты увидишь в каком говне ты пребывал только выйди из системы можно ее снаружи посмотреть внутри ты не увидишь рыба находящаяся в воде она не понимает что она в океане и кашу он просто в воде но это всего лишь океан а есть еще суши с которой видно это океан ну и дальше также молоко необходимо для духовного сознания но я пишу почти все великие монахи разных религий были веганами возьмите ортодоксию христианскую православную так называемую католическую основная масса монахов древних по крайней мере да и вплоть до современности великих были веганами я не беру сейчас этих танки воинов которых там святцы посвятили сделал до всяких убийц нет ну преподобных они очень частные такое дают прозвище приставку возьмите преподобных монахов там учителей церкви они все я их ну я его специально такое выражение использую все-таки эти видео в основном будут смотреть кто все-таки веганством заинтересовался или еще что-то так не в таком понимании многие из них сараеды были но не суть важно то есть они от мяса и от вообще от пищи животного происхождения отказывались полностью и ничего достигали высота сознания современники возьмите такую как я я достиг высот осознанности я не пил эти 12 лет горячего молока ничего достиг спокойненько вокруг меня есть люди живое свидетельство которые от слова истины и и потом практики жизни достигли такого состояния слава богу без всякого горячего молока боль того как раз отказавшись от всего этого целиком и семимильными шагами этого достигли это все не работает горячее молоко смех сквозь слезы и точнее все давайте дальше опять принципе немножко по такому же кругу пробегаемся я помечал себе придуманная кем-то дурь не изменяет истины мы уже об этом поговорили да в принципе все к тому уж вопрос что что-то назначили быть святым истинно это то что есть религия вот действительно не очень жаль все время очень больно неприятно и от это я понимаю невозможно избавиться 6 христианином называют называть не религиозным человеком вот религии это от дьявола да это дурь это дурь человеческая религия вообще к слову бог она вообще никакого отношения не имеет это культ кто там на вершине это вообще не имеет никакого значения абсолютно никакого более того и дальше я говорю любовь корове любовь корове как и к любому животному да неважно извратить во божествление и поклонение ей я пишу это от дьявола слушайте любить животных как веган я я это и проповедую да но докатиться до того со словом знаете есть такая хорошая пословица чайская мудрость я часто говорю я где-то даже по-моему какого-то муж монаха подчеркнул или в какой-то мысли а может философа не помню со словом много и хорошее плохо идеально со словом много и харта что нормально и хорошее плохо гениально сказано я минут как коротко все это жизнь да все где алчность все где перебор все где с излишком это все плохо вот здесь тоже самое слушайте любовь взять превратить во божествление это касается всего возьмите людей кто ты своих детей делает кумиров действительно кто знает ветхом завете есть такие слова не сотвори себе кумира вот вот действительно но там понятное даже ветхий зайца строгать не хочу его авторитеты себе подтягивать знаю все что там сам моисей нагородил до такой же кумир такую же религию создал но ему-то бог открывался конечно просто он из этих откровений вынес то что способен был вынести вот это действительно так не сотвори себе кумира чем кришнаитство получается я имею ввиду те кто ко мне будет или вы будете делиться кому-то объяснять вы задайте вопрос то кришнаист это религия тогда это культ религиозный в религии нет ничего божественного это слепое тупое извращенное поклонение или якобы соответствии следование за истиной как можно было из животного тем более допустим вообще из отдельно еще и выбранного сделать кого бога из коровы но это же дурь тоже самая настоящая дурь все эти поступки мы с вами в той статье очень хорошо разобрались это только потому что и эту корову как вы дают ведь за любовь за святое отношение ведь в слов вы знаете вот люди настолько тупы даже человек который писал эту статью уж простите я прямо про себя говорю вот он вот он пишет знаете вот пока всякий достигнет истине все это мире зло со злом зло с добром перемешано и и добро это становится тоже злом то что бочка меда из туда дерьмо кусок положить или даже ложку она становится дерьмом вот это тоже самое казалось бы употреблять такие слова говорят о святости индию подают или вот это даже отношения как что-то светлое якобы коровка легла никто ее не тронет не переедет и спокойно за углом режет буйвола все это делается только потому что кто-то придумал дурь какую-то и просто корове в индии повезло просто вот и все что ее назначили святой все ей просто повезло в египте от кошки в китае панда которым ничего не грозит то что насколько настолько они уникальны нигде их нету китайцы это сразу разумели понимали что это эксклюзив ну и понимать что это вот надо ее сохранить и просто повезло но они спокойно режут всех остальных для них все остальные животные ничего ровным счетом не значит вот панда это давайте расскажем про любовь китайцев к пандам давайте а потом посмотрим на всю ихнюю остальную любовь к животному миру и возьмемся за голову просто того ада который они устроили для животного мира ну хорошо в египте кошки на каждом шагу издревле почитаемые за святых ну что дальше но не едят они кошек как китайцы но не спокойно продолжать все те же самые извращения всех животных африки которые просто бесподобны да что они с ними делают порабощают всех этих львов ломает им психику всех этих верблюдов коней да ну что толку что они не обижают кошечек ну что вот насколько надо быть не знаю какие еще слова подобрать меня бомбит да меня бомбит я вот знаете я помните как в москвовой с легким паром это учительница то своему алкоголику то говорила что я вот пытаюсь учеников своих научить думать вот я вот цель моих видео всегда почему я говорю что моя это миссия проповедника потихоньку заканчивается я конечно ответил уже на многие вопросы видео записано но уже на многие темы и цель моих видео помимо конечно конкретных примеров давания в себе образ это как евангелие да я помню читал лучшую только маленькой сколько еще все можно было сказать сколько примеров показать вы знаете почему-то я видите с годами убедился что бог устроил в жизни премудро я в своей жизни научился сам все равно в оконцовке мыслить размышлять и вопрошать к богу обычно когда он мне открыл я понял что как все можно понять через простые вещи через аксиомы любовь свободы и бессмертия поступать другим так как ты хочешь а любовь в том что поступать другим так как ты хочешь поступали с тобой никому ничего не делать и не хочешь себе и все оказывается любая бредятина как действительно сус говорил на что это истина упадет то раздавит а что на нее упадет то разобьется вот это правда все стало просто и понятно я могу разложить любую неправду разрушить любой грех и миф я знаю истину там где нет любви а она очень проста поступать другим так как ты хочешь поступали с тобой все любовь свобода и бессмертие где есть свобода где нет лицемерия потому что любовь она не лицемерна она бескорыстна она не двулична какой можно святости рассказывать любви индейцев коровам или китайцев к пандам или и египтян кошек или там русских я не знаю к чему они там чего не там любит то вообще если любит да а какой посмотришь чуть на другую сторону жизни все а иисус правильно говорил дерево которое худое приносит худой плод и не приносит доброго плода дерево худое с одного плода на одном дереве иисус грамм не растет одновременно и хороший плод и худой вот и все это так поэтому это никакое отношение индийцев корове источником этого отношения никакая любовь даже к ним не является это абсолютно религиозный культ завтра ты эту корову заменяешь мы с вами видели козочкой собачечкой инопланетянином и все коровочка идет на бойню а это новая игрушка в религиозном культе становится ее заменой мы переходим к той статье хорошо может быть мы предположим что автор был прав и эта информация правдивы и действительно так возможно коров не трогают вообще буйвол вот сколько надо ума быть я тоже не зря я тоже никак не запомню как и зовут ирине да написал что вообще о любви достаточно ума сердца что этот написал чтобы понять это ну а любви достаточно глаз ушей мозга и сердца вот вы знаете сколько надо иметь глаз ушей мозгов все это анализирующую эту информацию через все это вот поступающее и сердце с мозгом какой надо иметь чтобы понять что корова от любого пар накопытного плюс-минус километр чего там говорить вообще обуйволи да все эти козочки да может какие-то мамонты зубры кто там там полно всяких до чем они отличаются то это лишь говорит о чем вот о чем это говорит скажите вот вы после прослушивания моего ролика наверное раньше тоже с восхищением слышал индийцы корову почитать вы знаете у меня об индийском народе тогда складывается очень нехорошее впечатление что эти люди тук-тук откройте сиди сиди я сам открою а этот вариант либо так одна половина таких а вторая плент религиозные люди они тоже тук-тук сиди я сам открою так и есть других вариантов нет нету просто человек который не способен увидеть однородность между буйволом и коровы и понять да это какой этот вариант все он это коровы не любит в моем культе сказали что нельзя ее трогать я не трогаю все а второй действительно просто полная тупизма человека то такой вариант в кругом и всюду вот и все так что никакой тут любви ничего тут вообще нету ноль восхищение индия буддисты кришнаиты йоги которые вот во всем этом участвуют да не то что восхищение осуждение праведного осуждения вызывают осуждение констатации фактов они от дьявола творят они дела зла все вот это даже более того это все омерзительно корову делать богом это мерзительно выделять у тоже с других животных это все омерзительно это все не от бога это все не это истинный любовь настоящая в человеке которая является сущностью всего бытия она никого ни на что никогда не делит ни по цвету ни по размеру ни по социальному уровню до нипочем не по деньгам не по красоте вообще нипочем из коровы сделать бога и тут же резать буйвола за углом надо быть абсолютным тупицей или религиозным фанатиком они все такими же тупицами и являются просто многие это осознают многие нет но будучи не знаю слабыми идиотами или просто чем еще я не знаю как назвать я я в природе всегда сколько пытаюсь разобрать не могу понять почему человек который слышит имеет уж как из угол но не слышит вода имеющий уши до услышан почему-то имеет уши и не слышно но ответ то есть конечно просто никто его не принимает это я так говорю я-то ответ знаю иисус когда правильно сказал они не идут к свету потому что их дела злые там замкнутый круг а дела злые потому что в них тьма они не хотят быть к свету там тоже самое что идти к свету что уже быть светом да невозможно творить злые дела потому что добрый творил ты не идешь к свету что дела злые а дела злые потому что тьма то есть ты не света не хочешь его в себе раскрывать ну или образ к нему идти дела их не злые их все устраивает они ненавидят животных их это их устраивает именно так молочные коровы по поводу я тоже такой слышал я такого йога в интернете не буду называть его имя он очень известный уже стал у нее там под миллион уже пом подписчиков только мне его кстати скидывали тоже такой добрый хороший все у них хорошо где-то живет тоже русские по-моему и живет дождь от в россии пол молодой мне на ровесник но я не старый какой-то седой бородой и вот у нее там коровки тоже проповедуем следует на берегу речки так у меня там красиво вот они коровки там вот он тоже мне помню скидывали как в пример замест такой добрый он не достиг он не достиг то что мы с вами сегодня видели картинки какие мы видели картинки спон просто поразмышлял и вошел во глубину всего этого зла которое человечество привнесло в мир то все эти так называемые я их называю молочными коровами которую он даже у себя держит там якобы первое это некогда его предшественниками на нашими точнее даже к ним от них себя тоже не отделяю это это естественные животные и в отличие там может он это исповедует да мы не от коровы произошли от бога любви по его образу и подобии созданы и от начала творения а псевдо христианам православным католикам протестантам мусульманам иудеям благодаря торе библии и корану это известно мир был создан говоря вот этим языком которым все ролики посвящены веганским и никто никакой человек не должен был никакую другую пищу употреблять как кроме растительные пищу растительного происхождения все никакого молока никто чужого тем более особи никто не потреблял даже млекопитающие только молоко матери своей до определенного богом положенного предела когда маленькое существо вырастает и не переходит от грудного молока более твердой пищи все ни одно живое существо до сих пор в истории мироздания не пьет не доит не порабощает никакой другой живое существо чтобы его доить и пить его молоко не одно в истории полно случаев и это нормально если кто-то с кем-то делится в природе полной истории когда мать какой-либо спи причем вообще порой не там обезьянка тигров выращивает действительно где кошка ежиков брошенных потерянных или убитого там ежихи случайно или специально вскармливает этих ежат это нормально и если там у какой-то женщины в истории человечества и такой не раз было во всех крестьянских домах каких угодных когда раньше там да где-то живот содержать нету молока вдруг по какой-то причине во первых по какой причине не по причине ли всего того что у тебя коровка на дворе стоит а может коровку надо отпустить тогда у тебя молоко появится мы все очень мы настолько слепые мы смотрим только на причину следственную связь а и нет молочка по это вот а так бы не было коровки на дворе и конечно такая мать без своего молока человеческая мать может пойти попросить у коровки так скажем да подойти и покормить своего младенца да но это опять ошибочная причина следственная связь а до чего мы так докатились а почему у тебя нет молока может потому что ты все это зло творишь может бог тебя учит этому может если бы не порабощали животных начальную причину убрали бы у всех бы женщин было молоко а всю шу какой бы не было для какой-то цели божественной бог послал бы к ее дому и все бы животные как в раю любили бы человека подходили к нему ласкались уж она бы тебе подошла бы сама подставила в ими бы и пару стаканчиков молока тебе сцедила много человеку ребенку сколько надо то это не было молочной промышленностью это лишь сблизило вас из из и скорее всего бог такой женщине послал бы когда вью сердце зарождалась какая-то нелюбовь к животному миру чтобы почувствовать близость с животными надо подумать глубоко надо подумать над источником зла и греха в этом мире человеческом почему мы до этого докатились а это проще всего уже в говне дерьмо тут холебать и пытаться искать оправдание ничего из этого не выйдет это это ложная дьявольская матрица в которой нынешнее человечество находится из нее выйти очень легко принять начало истину любовь свободу и бессмертие о котором сейчас в частности о свободе еще тоже поговорим по поводу молочных коров продолжаю вы об этом я много раз слышали но я повторюсь кто будет может первый раз такой ролик смотреть я уже порекомендовал другие свои видео в частности о молоке чтобы разобраться с этим по поводу молочных коров еще раз эти все животные все сельскохозяйственные а домашние так называемые хищные животные все это животные это изуродованы прежде всего вырваны из естественной природы богом сотворенной природы где животные спокойны без человека полностью были обеспечиваем и и полностью были в заботе божьей и ни в чем от человека не нуждались эти животные были посредством цепей и оков клеток порабощены это первое сломленные психологически и изуродованы физически и поставленный в зависимости от человека все эти молочные коровы столько дают молока только потому что их природа изуродована тысячелетиями рабству человеку не добровольного не добровольного рабства ни одно живое существо в котором есть душа живая от создания мира заложена свобода и любовь а любовь она не мыслит насилие она не мыслит порабощение эти слова несовместимые поэтому этот же йог который или все кто вот эти вот кришнаит все бы кто не пользовался этим вы участвуете и продолжаете эту систему зла это все то же самое касается и курицы яиц вот этих все то же самое в естественной природе куропатки все эти индюшки есть даже курицы дикие так называемые хотя это самый настоящий куриц когда-то несутся лишь несколько раз в год все что сделал с ними человек это зло человеческое это изуродованная адаптированная под грехи и алчность человеческую природа живого существа вот и все все эти йоги так называемые буддисты кришнаит и кто бы еще это не оправдал вот такими вот методами якобы я люблю они все участвуют в этом зле в концовке вы приедете к этому йогу я хоть у того не было кое-что видел в его видео и только то что они показывают вы увидите всегда все одно и то же то что мы с вами сегодня уже видели на картинках эта клетка как бы она хорошо не выглядела она не свободна это хомут на шее хомут на шее это свидетельство того что это не истина это не от бога это не ее добровольный выбор они рабы они рабы самые настоящие если ты любишь йогу этому я бы сказал ты отпустишь любовь никого не порабощает любовь это добровольный акт и прикрытие все что да она уже сама не идет выброси ребенка на улицу далеко он пойдет пятилетнего без одежды без еды без денег конечно он будет тебе в дверь ломиться это не оправдание пользование чужими немощами да в своих корыстных целях это не оправдание более того это все докатилась только потому что вот уж сегодня если о предках и вспоминать то только не о коровах а тех предках которые изуродовали всю эту естественную природу ну и заканчивая в принципе сколько получилось ну вот видите ролики не не маленький получается в один кто-то не пихни пихнешь но я слышу знаете это достойный достойно этот это оправдание это вот ловушка дьявола она достойна того чтобы посвятить и столько времени и разрушить это эту ложь я пишу оправдание аналогично всем другим не хочу быть хорошим потому что где-то там кто-то что-то когда-то сделал значит и мне можно вы помните все подобные вопросы которые мы разбирали я сейчас на память тоже в голове все не удержишь вы помните предки наши предки так все делали я всю жизнь это делал сам да я чуть-чуть бросай я раньше-то делал помните наши предки пищевая цепочка а у хищников есть клыки и прочь про все что мы с вами вот в рамках этого плейлиста кто впервые конечно это видео всем рекомендую посмотреть целиком серию моих роликов не веган потому что они все значки и в одинаковом формате но кроме там заднего фона размытого немножко меняю но естественно все названия разные вот на этой страничке на моем сайте все тут есть тоже прям с текстами но и с моими видео ссылками с прямыми все отработала уэда уэда винтерс а которую я за основание брал все эти тексты вот у него был действительно итог всегда очень правильный вот это то что где-то раньше кто-то что-то вот эти все заплуждения все зло которое было в прошлом не может являться как он писал моральным оправданием не стать вот веганом не проявлять свой бог животным вот все что о чем мы с вами сегодня услышали вся эта дурь я убежден что многие кто не задумался не знал как дать грамотный ответ как себя глубоко не вдумался ну так может стал по другим причинам веганом или уже достаточно я вам лишним просто примером показывает что в какую дури не вдумаешься со стороны потом смотришь вот ты когда познал истину стал святым стал добрым в любви ко всему божьему творению без исключения без ограничений без отговорок ты вот понимаешь ты вот смотришь со стороны и думаешь господи какая дурь какая дурь более того ни один практически грех в человечестве никогда не делается в чистом виде он всегда прикрыт личиной добра всегда никто не хочет признавать себя грешником никто не хочет чтобы ему тыкали грешником все зло в мире всегда совершается под благими намерениями бьют на митинге это во славу во имя спокойствия все остального народа сажают оппозицию все во благо чтобы была стабильность все то же самое чтобы не создать орел что вы точно также ненавидите животных в своей индии надо придумать святую коровку только ты когда начнешь разбираться вопросе ты понимаешь в индии есть веганы я не сомневаюсь что есть естественно одна из крупнейших что частей мира государств мира и уж про численность населения стоит ли здесь говорить да все знают что вторая по численности страна в мире есть там веганы конечно из любви к животным безусловно бог просвещает всякого человека пришедшего им же приводимого в мир конечно открывают люди истинному богу творцу неба и земли который есть любовь свобода и бессмертия свои сердца конечно открывает стучится в каждой такой сердце конечно стучится есть такие да безусловно есть но вот это вот липовая лжевая якобы любовь там коровик с и к животным еще и под святостью слова все это в одном предложении перемешивать это и так нет 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 это то же самое что к веганам претензии к вегетарианцам претензий у веганов к труппажором претензии веганов вегетарианцев что они собачку гладят по крайней в россии до свинюшку заряжать зарезают то же самое претензии к китайцам что они собачку зарезает а пандочку гладит до те же сам претензии к любому индусу что ты одной рукой гладишь коровку а другой на штык насаживаешь буй валенка если человек это делает и мне бы сказал что он там корову почитает я сказал никого ты не почитаешь то обычный до религиозный фанатик со злым сердцем вот и все потому что дела твои тебе свидетельствуюсь я узнаю что этот индус ест мясо буй валенка да оказывается все очень просто как оказалось у автора все очень мало все просто нет не все так оказывается нет инди оказалось действительно святой страной все оказывается все хорошо все это мясо козда это буй валят чё там это разве говядина разве это корове а тогда все хорошо можно спать дальше спокойно оказывается женщина не курица птица не человек такая есть пословица вот это прям сюда очень хорошо подходит у меня настолько крошечные мозги что я и нулевое зрение да и имея глаза и глухой имея уши что я не могу буйвола от коровы не отличить я же отличаю да они разные поэтому одну можно убить другой зарез вот так вот вот такой ответ я может быть что-то опустил а может что-то не договорил комментарий был оборван вам возможно приводимые аргументов тупости бесконечное количество в этой жизни да я вам уже говорил я уже говорил что почему моя потихонечку проповедницкая деятельность подходит заката потому что знаете на всю тупость и глупость она настолько разнообразного человека что всю ее даже не объять пару я уже убедился но при всей ее тупости и безграничности и тупости как-то ее можно классифицировать и в принципе вот сколько я уже на проповедовал наговорил до роликов на упускал я основные направления стараюсь все объятия обнимал уже ну и объять если что-то будет кем-то крупным вещам я конечно еще будут писать ну как его потихонечку подходит концу вот что-то те подобные если будет даже подобный вопрос кто-то какую чушь спросит право вот я вам говорю пожалуйста это можно привести кому угодно и так как народа можно там южной америке там свои такие же бред не есть и культы и веры все то же самое я надеюсь что из общих вот таких пониманий на этом примере индии и в частности коровы молочной продукции да я надеюсь что вы все поняли здесь дело вообще не в корове не в молоке это чистое совпадение так скажем именно поэтому те кто не хочет отказаться от молочной продукции потому что он получается посредством порабощения то есть эксплуатация там убийство теленка все животноводчество одинаково в индии молочная промышленность работает точно так же массовая промышленность из тому где-то кто ты якобы еще не так еще самой может тот йог который им рассказывал может прям конечно николаш мати там может быть даже не убивает теленка якобы куда он тут быков всех девает вот бог его уму-разуму научит он будет это корове одних телят посылать но куда будет их девать он их будет кормить вы знаете в индии есть точно такой же среди богатых людей такая их не богатая замороченная подстава такая хохма они друг другу дарит белых слонов которые в индии почитаются за святых то же самое что с коровами на них нельзя работать там их использовать в цирке короче он белый слон он святой на этом по природе белые они кого друг друг не любит и вот это хохма якобы я тебе подарок дело на самом деле эти ненавижу они дарят белого слона все его хозяин что должен делать эти слона содержать который никак тебе не отбивается его не отдашь ни на цирке не на там детей возить куда-нибудь там не сдашь белый слон почитается то же самое святыми и вот с ним ничего сделать невозможно и дарит один шаг другому чтобы у него немножко бюджет осилить а у нее немножко подубавилась да потому что он замучается его содержать вот так в подарок бесплатно все хотя слон такой обычный рабочий стоит естественно немалых денег до животное пойманный там или разведенные рожденные в неволе а белый слон даром дарит чтобы вот так вот вот такой вот дури навалом это просто совпадение что не совпадение а где-то все по-разному как я вам примеры привел ну просто корову еще вот и мы дуем хотя мы и коз дуем еще где-то вы найдете такой же прям с козой может быть полазить и по прям по племенам африки или там я любых еще не сильно человеком освоенных где древние племена и сохранились там такой дури найдете ли в старое вот и все ну и дусат с коровом получился основная масса пьет чайство коровье молоко вот и все это просто скажем и рю совпадение это никакая не любовь животных это никак не может оправдать вот это вот все молочную промышленность вообще это молочное питание не как уж никак его не получить молоко у любой особи животные в том числе человека она появляется только в момент рождения ребенка совсем недолго чтобы потом это получать откуда-то это надо взять поработить какое-то живое существо в том числе человека заставлять его рожать все время всеми возможными способом сначала на силу и оптаж если он не хочет как ты будешь рожать отнимать ребенка и доить и так по кругу все по-другому никак молоко не получить в этом во всем все кто употребляет это участвует вот так вот аналогию можно провести со всей параллельной дурью или недосказанной дурью необъяснимой мною всей дури которая может еще быть рядом сюда при 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 это присунуто но я считаю свою миссию выполнена трех роликов о молоке я уже его демонстрировал найдете ролика не веган ведь потому что вегетарианец я вегетарианец этого достаточно так он помню называется кто смотрит это видео захочет посмотреть но не найдет я дам прямые ссылки в ответном комментарии и вот этот ролик о том что не знаю пока как еще назову не думал очень значок не делал вот вот даст вам все полноценные ответы и просто научит я надеюсь у вас мыслить правильно в нужном векторе вы на подобный если не будет уже христолюбцы некому будет вам подсказать сами сможете дать вопрошающим ответ на подобные вещи все очень элементарно любовь начнем с лучших наоборот бессмертие всегда по-разному говорю свобода без которой любовь просто немыслимо и любовь насильно мил не будешь а любовь все очень просто сотку любовь чего только это кто не вкладывает я люблю бы валятину зачем могу убить булевого а любовь тоже поступать другим так как ты хочешь поступать с тобой и никому ничего не делал того чего-то не хочет себе весь закон жизни в одной фразе всегда произношу когда вы поймете вы все научитесь понимать и поступать правильно вот так вот не на этом все кто считает ролики хорошие полезными интересными ставьте лайки делитесь им у себя в соцсетях с друзьями на своих ресурсах мне на этом все до встречи в следующих видео а 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 Субтитры создавал DimaTorzok